МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии с новостями Марина Бартенева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Армавере мать двоих детей решила покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с пятого этажа. Об этом Юлия Чернышева. Вопрос отключения коммунальных услуг по-прежнему открыт в садоводческом товариществе «Железнодорожник». Жители боятся, что их проблему оставят без внимания. Подробности в материале Ирины Чубиной. Весна идет, весне дорогу. В Армавере зацвели первоцветы. В Армавере женщина выпрыгнула из окна пятого этажа, поругавшись с сожителем. Он предложил ей расстаться после долгих лет совместной жизни. Теперь мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». На месте происшествия побывала Юлия Чернышева. 37-летняя Армаверка решилась на суицид под действием чувств к сожителю и нескольких стаканов спиртного. В ходе пьяной ссоры он предложил ей расстаться и уйти. Она же нашла другой выход – выпрыгнуть из окна квартиры на пятом этаже. Все это время за происходящим наблюдали их дети – пяти и семи лет. Упав с большой высоты, Армаверка осталась жива. Сейчас она проходит лечение в городской больнице. Ее жизни ничто не угрожает. Как только женщина придет в себя, следователи смогут приступить к допросу, чтобы восстановить всю картину произошедшего вечером 11 февраля на улице 2-я Уритская, дом 31. В ходе распития они поругались и решили расстаться. Данная ссора продолжалась на протяжении длительного времени. В ходе данной ссоры женщина сообщила сожителю, что не хочет жить без него, решила покончить самоубийством и выпрыгнула из окна самостоятельно на пятом этаже своего дома. Жилицы дома незамедлительно вызвали сотрудников полиции, скорую помощь, и женщина была госпитализирована. Следователи рассматривают версию случившегося доведения до самоубийства. Проводится проверка. В случае подтверждения данного факта будет возбуждено уголовное дело. Юлия Чернышева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Армавирцы просят помочь в поиске несовершеннолетнего Алексея Слесаренко 1999 года рождения. 3 февраля он ушел из дома и пропал. Приметы на вид 17-18 лет, росту 175-180 см, худощевого телосложения, лицо овальное европейского типа, волосы темные, короткие, на голени правой ноге шрам. Был одет в серую вязаную шапку с надписью «Зеленого цвета Монстр», черную баллоневую куртку, черные брюки, полуботинки темного цвета со шнурками зеленого цвета. Информацию о местонахождении юноши просят сообщать по телефонам, указанным на экранах. Твои новости продолжают следить за ситуацией в садоводческом товариществе «Железнодорожник». В октябре 2016 года его жители обратились в редакцию с проблемой отключения воды за накопленного долга. Проблема не решена и по сей день. К ней присоединилась еще одна. Теперь людям отключают и свет. Ирина Чупина продолжит. Жители садоводческого товарищества «Железнодорожник» возмущены. Большинство из них коммунальные услуги оплачивают своевременно и в полном объеме. Однако из-за долга, накопленного предыдущим председателем, вынуждены оставаться без воды и света. Прокуратурой в ходе проверки была изъята документация, касающаяся финансовой деятельности «Железнодорожника». И назначена проверка в ОБЭП края. Жители утверждают, что никаких результатов нет и по сей день. Мы обращались к вам осенью, но после вашей передачи, конечно, нам воду включили. Но ситуация никак не изменилась. То есть долги остались прежнего председателя, на которого мы подали в суд, документы в ОБЭП отдали. ОБЭП нам никаких актов не дает о проверке своей. Мы хотим, чтобы нам помогли возобновить эту проверку, чтобы заморозить долги председателя передерево. Жители садоводческого товарищества утверждают, что обращались во все возможные инстанции. Везде разводят руками. На вопрос заданный в администрации, что делать с семьям с маленькими детьми и лежачими больными, инвалидами по здоровью, ответили, что могут выделить автобус для транспортировки их в реабилитационный центр. Пруденко сказал наш, Ирина Николаевна Калашникова, те люди, которые оплачивают, это все коммунные услуги, мы готовы предоставить автобус и отправить в реабилитационный центр. Это единственная помощь администрации, которая может вам оказаться. Долг по-прежнему растет, несмотря на то, что жители платят за услуги. Поэтому они просят приостановить его начисление до получения результатов проверки в ОБЭП и принятия мер по возмещению бесследно пропавших денег. Сейчас нам дали воду, ну это до 1 марта, свет у нас будет до 25 февраля. То есть пока мы будем спать спокойно, ну грубо говоря, 15 дней. Но мы хотим попросить наше руководство, мэра, чтобы помог нам. Мы уже стучимся во все двери, пишем письма, но на нас как-то не обращают внимания. Вот хотим, чтобы нас услышали. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Жители Новокубанского района будут судить за ложный донос. Молодой человек рассказал полицейским, что во время драки со своим знакомым он выронил 15 тысяч рублей, которые тот украл и скрылся с места происшествия. В тот же день он повторно обратился в МВД, опровергнув свои слова. Мужчина заявил, что придя домой, осознал всю серьезность совершенного поступка и почувствовал вину за дачу ложных показаний. Он пояснил, что испытывал обиду и злость к своему знакомому и хотел отомстить. Будучи предупрежденным участковым об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного доноса, молодой человек сообщил, что сведения о преступлении не соответствуют действительности. Следственным отделом отдела МВД России по Новокубанскому району в отношении жителя Станицы Советской было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса заведомо ложный донос о совершении преступления. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по путешествам. В Новокубанском районе состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов муниципального этапа поисково-просветительской экспедиции имя Кубани. На праздники побывал Роман Габарец. В Краснодарском крае с сентября 2016 года проходит поисково-просветительская экспедиция имя Кубани. Проект посвящен 80-летию образования Краснодарского края. Организатором акции выступила Народно-патриотическая общественная организация «За веру Кубань и Отечество». Активное участие в работе экспедиции на территории Новокубанского района принимало молодое поколение, ветераны, общественные организации и другие жители. 25 достойных имен представлены в Краевой экспертный совет в качестве кандидатов на краевую номинацию «Имя Кубани». Было очень много номинантов, более 200 человек было рассмотрено, много очень достойных имен. Была комиссия, общественники выбрали в пяти номинациях пять номинантов по каждому направлению. Именно те имена, с которыми ассоциируется Новокубанский район. Это все те люди, которые посвятили всю свою жизнь нашему любимому уголку Кубани. И все своими деяниями они прославляли и прославляют Новокубанский район. А сегодня мы будем славить их. Экспедиция проводилась по пяти номинациям. Боевое имя Новокубанского района, трудовое имя Новокубанского района, духовное имя Новокубанского района, благотворительное имя Новокубанского района и молодое имя Новокубанского района. Те, кому были присвоены почетные титулы, приглашены на торжественное мероприятие для вручения дипломов. Сергей Бережной – участник войны в Афганистане, номинированный в направлении «Боевое имя Кубани». Выступил с напутственным словом для молодежи, а затем исполнил песню собственного сочинения. В Афганистане мы проходим службу, не знаем, кто, когда, откуда не придет, но больше всех мы любим нашу дружбу АПСБ и АКС и пулемет. Но больше всех мы любим нашу дружбу АПСБ и АКС и пулемет. Во время чествования священнослужителя протеерея Петра Мудрика как одного из номинантов экспедиции, многие в зрительном зале поднялись со своих мест. У экспертной комиссии не было сомнений, что именно этот человек является духовным лидером Новокубанского района. Депутат ЗСК, герой труда Кубани Федор Булдыжов номинирован в экспедиции как трудовое имя Кубани. Федор Иванович, выйдя на сцену, рассказал землякам о своем жизненном пути и поблагодарил организаторов мероприятия. Я проработал с такими знаменитыми учителями, тружениками. Здесь их тысячи, можно было, а можете больше, назвать имен, которые заслужили, чтобы вот выйти перед вами сегодня на сцену. И большое спасибо, конечно, администрации края, большое спасибо законодательным собраниям, что вот это мероприятие проводится в масштабах края. Так как многих из номинантов уже нет в живых, дипломы переданы на хранение в семьи этих выдающихся людей, которые являются творцами истории Новокубанского района и Краснодарского края. Когда говорили о Валентине Наумчиковой, имя которой носит Новокубанский культурно-тасуговый центр, глаза многих в зале наполнились слезами. Работники культуры исполнили любимую песню бывшего директора КДЦ. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Приемная семья Чапариных, которой присвоено благотворительное имя Новокубанского района, вышла на сцену подготовленной. Зрители услышали девиз, с которым по жизни идут все члены этой дружной семьи. Не бойтесь жить не так, как все. Не бойтесь быть другим. И если вера есть в душе, ваш путь будет храним. Не бойтесь детям подарить немножечко тепла. И кто бы что ни говорил, живите для добра. Номинация «Молодое имя Кубани» на краевой уровень представлена прославленной спортсменкой Анастасией Мамадамировой, хлеборобом Николаем Долбиным, а также погибшей в годы Великой Отечественной войны юной медсестрой Надеждой Шабатько и потерявшими жизнь во время чеченской кампании Вадимом Вагнером и Александром Солоповым. Эти люди поистине заслуживают носить этот почетный титул. Я думаю, что нашим организаторам не составляло труда сегодня среди многочисленного населения Новокубанского района найти по пять номинантам каждой номинации. Потому что Новокубанский район богат своими людьми, которые могут трудиться, которые могут благотворительностью заниматься, которые могут быть спортсменами, могут быть воинами-защитниками. Честь и слава всем вам, честь и слава всем номинантам. Всего вам самого доброго. Подводя итоги праздничной встречи, глава Новокубанского района Александр Гомодин отметил, что мероприятие прошло ярко и со слезами на глазах. Руководитель муниципального образования обозначил значимость краевой экспедиции и выразил уверенность, что она не пройдет бесследно и на долгие годы останется в памяти новокубанцев и будет передаваться из поколения в поколение. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Маленькими шажками к Армавиру подбирается весна. Краевой гидромедцентр прогнозирует теплые деньки в городе уже через неделю. Правда, температура незначительная всего до 7 градусов тепла днем. Довольно прохладная ветрина будет армавирскими ночами от нуля до 3-4 градусов мороза. Возможен снег с дождем и гололедится на дорогах к утру. С 20 февраля синоптики предвещают солнечные дни. Еще один-тризнак ранней весны на приусадебных участках армавирцев расцвели по снежнике. Коты начинают свою песню еще за две недели до марта, а местами на деревьях начинают завязываться почки. Четыре золотые медали завоевали наши спортсмены на открытом турнире под Хэкванду ИТФ, который состоялся в Курганинске. Армавир представляла городская федерация кикбоксинга и боевых искусств под руководством Евгения Столяревского. В соревнованиях принимало участие 200 спортсменов из 13 городов края. Состязания проводились в индивидуальном виде программы поединки «Массогия». Победителем в своей возрастной категории среди мальчиков стал Никита Асташов. Также золото досталось Максиму Кламинцу и Богдану Матвиенко. Среди девушек первое место у Влады Пак. На этом у меня все. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Юлия Чернышева. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущей бутик женской и мужской одежды «Аделина». Город «Армавир», улица Мира, 26.